Некоторое время назад в Алма-Ате при взлете упал самолет, когда исследовали причины, то обратили внимание на безответственность пилотов, которые даже одна из причин не обработали его антиобледенителем. Также самолеты модели 735 Макс, многие, я сегодня опять посмотрел в новостях, и говорят, даже те люди, которые не знали этой модели, теперь все знают, как он называется. Сегодня уже в утреннем служении брат сказал, опять тоже про авиакатастрофу в другом плане. Но упало два самолета, и опять, когда исследовали вопрос, одна из проблем, это излишняя самонадеянность на автоматику. Другие компании, допустим, компания Airbus, европейская компания, она уже разработала самолеты, которые могут без участия человека взлетать. Излишняя самонадеянность, или когда мы отдаем что-то в чужие руки, и до конца это не проверяем, или не предполагаем какой-то опасности. Вот этот автобус, который есть в нашей церкви, когда мы в 2007 году с братьями должны были поехать, для того, чтобы поехать в Германию, надо было получить визу. И когда мы зашли в посольство, нас оттуда попросили выйти, когда посмотрели, что у нас нет страхового полиса. По правилам этой страны сначала страховой полис, потом виза. Как мы не пытались объяснить? Нет. Сначала страховой полис, потом виза. Мы пошли в ближайшее страховое агентство, и нам сказали, что должно быть не меньше 30 или 5000 евро, ну, ее как бы сумма страхования при возможной выплате. И я сказал, нам подешевле. Страховой агент говорит, ну, почему подешевле? Я говорю, ну, с нами, я говорю, ничего не случится. Вячеслав Гордеев, который был рядом и стоял, он так улыбнулся вслух. Я говорю, что ты смеешься, что смешного? Он говорит, посмотри, на столе под стеклом было написано, с нами это никогда не произойдет на фоне сильнейшей аварии. Те люди, которые попали в аварию, никогда, можно сказать, не предусматривали, что с ними это могло случиться. Есть много разных аварийных ситуаций, особенно на перевале Кордай, когда едешь в Алмату, и хотя сейчас новая дорога, но она позволила даже автобусам двухэтажным позволять себе на повороте так заходить, как будто это автомашина Формулы-1. Естественно, автомашина Формулы-1, она прижата к земле, автобус настолько поднят, что он упадает при повороте, 21-летний водитель, который, ну, знаете, интересно нажать на педаль, под которой 500 лошадиных сил. В результате многие люди пострадали, погибли. Излишняя надежда на себя может привести к трагедии. Притча 16-18 написано, погибели предшествует гордость и падению надменность. Надменность. Так же, как на дорогах у нас есть какие-то познавательные знаки, предупредительные знаки, будь осторожен, поворот. Вот здесь сбавь скорость, вот здесь обрати внимание на это. Когда мы читаем 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 12 стих, апостол Павел предупреждает эту церковь, посмотрите, как эти люди были неосторожны, хотя они имели некоторые благословения. В 1 стихе написано, они все прошли сквозь море. Написано, что они видели Божьи чудеса, они были участниками этих чудес. Они могли, как говорится, потрогать своими руками. Все крестились в Моисея, они доверились Моисею. У них был такой сильный лидер, который знал, куда идти. У них было видение в этой церкви, у них было все разложено по полочкам. Ели одну и ту же духовную пищу, все слушали одни и те же проповеди, читали одни и те же книги. В 5 стихе написано, не о многих. Смотрите, не о некоторых из них. Не о многих из них. Мы знаем, что в пустыне пало все поколение, которое зашло туда, кроме Иисуса Навина и Халева. Все погибли. Ибо они поражены были в пустыне. И апостол Павел говорит, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Дальше перечисляется еще ряд определенных греховных наклонностей. И 11 стих. Апостол Павел говорит, я хочу вам сейчас показать картинку. Картинку жизни людей Ветхого Завета. Их поступки и следствие этих поступков. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Все сегодня говорят, последнее время, последние века, последнее время. Есть даже в Писании слова такие, последние дни. Последние дни. 12 стих. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Обратите внимание, посему, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Нет. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Нам трудно поверить, когда мы узнаем о падении какого-то человека. Как так могло произойти с этим человеком? Я помню одну сестричку, которая очень была активна в служении. Она имела хорошего наставника. Вот перед глазами прям, да. Очень активная была. Потом говорит, Христос – это не Бог. Стала питаться не в церкви, куда она ходила, а стала питаться проповедями с YouTube, увлеклась определенным учением и пришла к такому умозаключению. Писание говорит, что падение, отступление, упадение, бывают разные причины. Несколько причин, а потом мы немножко сделаем классификацию. Псалом 19, 8 и 9 стих. Почему одни люди стоят, а другие падают? Эти стихи отвечают на этот вопрос. Иные колесницы, иными конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они, обратите внимание, они поколебались и пали. То есть вот та категория людей, которые колесницами и конями хвалятся. А мы встали и стоим прямо. С одной стороны, речь идет, как будто, почему-то в синодальном переводе сказано, что это относится к хвале, и это действительно хвала. Я хочу подчеркнуть, что благодарность и хвала – это разные вещи. Вы согласны с этим? Мы все переполнены благодарностью Богу, но как часто мы хвалим Его? «Сынок, как ты хорошо сделал уроки! Какой у тебя вкусный суп!» Поблагодарить за суп и сказать, какой он – это разные вещи. Один муж своей жене говорит, ну, если лучше не можешь, то пойдет. Вот по-разному люди, знаете, хвалят. Но мы здесь считаем иные колесницами, я бы сказал, машинами, телефонами, лошадиными силами, гигабайтами, мегагерцами. И знаете, интересно, что в значении этого слова хвалимся слова «упоминание», «признание». Человек ищет признание. Я на днях прочитал новость такую, это сделало определенное социологическое исследование, почему люди постоянно покупают последнюю модель альфона. Некоторые действительно для того, чтобы им работать. Мне, допустим, непонятно, зачем мне половина терабайта памяти. Мне это не нужно. 128 уже нужно. Когда-то 16 хватало, когда-то 4. Сегодня 128 уже так. Ну, кому-то, я понимаю, кому-то это нужно. Но, когда сделали социальное исследование, пришли к пониманию, что человек, покупая этот телефон, ищет признание, ищет упоминание. Один молодой человек в Америке купил себе одну из последних моделей автомашин. Он приехал на молодежку. Что произошло? Вся молодежь собралась возле этой машины. На вторую молодежку приехал. Половина молодежи собралась. На третью молодежку, ну, уже трое его самых близких друзей, на четвертую уже никто не подошел. Десять лет выплачивать кредит. Хорошее признание. Нормальное. В кавычках. Посему, кто думает, что он стоит. Берегись, чтобы не упасть. Что человек упоминает чаще всего? Люди говорят, у кого что болит, тот о чем и говорит. Иисус говорит, от избытка сердца говорят уста. И очень важно понять, мы-то привыкли понимать, ну, там, гордость, что предшествует пандемия и так далее. Нужно посмотреть, что для человека важно. Что он признает. Что он чаще всего упоминает. Через что он ищет признание. Есть другие причины, когда люди не имеют своего мнения. Они могут следить за общественным мнением. Неважно, праведные это люди говорят. Неправедные. Вот сейчас посмотрите, что творится в Киргизии. Один президент, второй. Того выпустили назад, посадили. И этих того. Кто прав? Армения или Ализабаржан. Много-много разных моментов. Но люди все равно склоняются на какую-то сторону. Они верят в СМИ. Хорошая служба, служба о массовой информации. Стоит ли этому доверять? Это выбор каждого. Но интересно, Писание предупреждает, исход 23.2. Не следуй за большинством на зло. Не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Божий человек говорит, я никогда не буду против Библии. Мои решения никогда не будут против Библии. Вы помните, как во время казни Иисуса Христа, многие люди кричали, распни. Они даже написаны, в книге Деяния есть такая ситуация, они собрались тоже, там что-то кричали. И там написано, что некоторые даже не знали, зачем они собрались. Главное быть вместе с кем-то. Главное кричать с кем-то. Главное быть на той стороне, где большинство. Сегодня мне один человек рассказал, что во времена фашистской Германии, или вчера это было, во времена фашистской Германии, некоторые люди, видя, что член, ну как и в коммунистическое время, член партии нацистов имел хорошую перспективу продвижения по службе. И жена ему говорит, позаботься о будущем. Это будет привилегия, это будет хорошо для наших детей. Но когда в 1945 году Германия лежала в руинах, он говорит, вот будущее. Наше будущее с Господом, а не с большинством, не с теми людьми, которые усердствуют делать зло. Один служитель как-то мне недавно звонит и говорит, слушай, как у вас, вы там собираетесь? Я говорю, да, мы пока не собираемся, мы в области. Он говорит, слушай, меня сестры так прессуют, извините за такое уточнение, чтобы вы поняли. Они меня стыдят, они говорят, ты трус. Почему? Говорит, везде собираются. Все можно собираться, почитай СМИ, написано все открыто, можно собираться. Я говорю, а ты им показал постановление главного санитарного врача Шенкента? А что там, что-то другое? Я говорю, да, там что-то другое. Вы знаете, люди иногда читают СМИ, но не читают Библиот. Один человек мне говорит, посмотри, что в интернете написано, говорит, у меня волосы дыбом. Я говорю, хочешь, чтобы волосы дыбом не стояли? Да, хочу. Читай Библию, говорю. Читай Библию. И волосы не будут дыбом стоять. Правда, у Езекииля один раз, по-моему, стали волосы дыбом при определенной ситуации. И мы должны опираться на Писание, на домыслы, басни. И многие живут мнением СМИ. Многие живут советами разных людей. Вот числа 31 глава, 16 стих. Вы помните ситуацию с Валаамом, когда Бог ему не давал, чтобы он сделал проклятие в отношении народа израильского, потому что он находился под благословением. Люди, многие боятся проклятия, но Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. Иисус взял проклятие наше на себя. Многие люди этого не знают и боятся всяких разных предметов, записочек там. И я не буду сейчас помогать этим людям распространять их уже учение. Но здесь написано, что по совету Валаамову были они для сынов Израилю их поводом к отступлению от Господа, в угождение фигуру вот этому божеству. И поражение было в обществе Господнем. Есть еще один человек, Ахитофел. Написано, что советы Ахитофела были таковыми, как если бы кто спрашивал советы у Господа. Это написано 2 Царств 16, 23. Когда Ахитофел посоветовал Ахитофел поступить так и так, чтобы победить Давида, его совет был очень мудрый и очень правильный. Почему его совет был разрушен? Знаете почему? Потому что мудрость, которую ему дал Бог, была направлена против Божьего человека. Иногда люди говорят очень правильно и по Библии, но мы должны посмотреть, для чего сейчас они хотят это применить, кого они хотят погубить, кому причинить зло, используя мудрость Слова Божьего. И люди могут склоняться на мнение таковых людей. Но он же из Библии говорит. Они же правду сказали, что у Моисея жена Эфиоплянка. А для чего они ему сказали, чтобы Моисей, ты тут сильно не мне, а себе? Мы тоже что-то здесь значим. Поэтому очень важно обращать внимание на то, какие советы дают. Кто дает и для чего дает? Чтобы не упасть. Потому что Валаам через время был уничтожен. А что случилось с Ахитофелом? Говорят, гордость заела. Совет его не приняли, он пошел и удавился. Некоторые причины от падения, падения, отступления. В Луки 8 глава 13 стих написано, что Слово Божие, подобно упавшему на камень, в некоторых случаях, семя Слова Божьего. Но написано, что люди, когда они имеют корня и временем веруют, а во время искушения или испытания отпадают. Стало где-то тяжело. Любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу. Что все? Все для того, чтобы человек уподобился Божьему Сыну. Вот в чем смысл этого стиха. Невнимательные слушатели, евреям 2.1 написано, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Помните классический пример, дома утюг не выключил. Сегодня это уже не опасно, утюги автоматические. Они сами отключаются. Но человек порой находится в собрании, и он невнимателен, он о чем-то другом думает, он планирует. Еще одна причина – это преткновение или соблазн, или разочарование в Боге. Помните, когда Иисус сказал, хотите ли вы отойти от Меня? Это было в контексте, когда Он им говорил, если кто не будет есть плоти Сына Человеческого, и пить крови Его, Иоанна 6 глава, не будет иметь жизни в себе. Я хотел здесь еще раз пояснить, речь, братья и сестры, не идет об участии в вечере Господнем. Вот у нас сейчас здесь есть с уважением ко всем присутствующим, чтобы правильно понимали. Но человек не получает возрождение от участия в вечере Господнем. Если бы мы вот в этой истине утвердили, что если не участвую в вечере, жизни нет. Участвую в вечере, жизнь есть. Тогда все, кто будут участвовать в вечере, хоть первый раз человек зашел, хоть двадцать раз он ходит, попил глоточек вина, выпил хлеба – раз, и уже возрожденный человек, уже верующий. Нет, вера отслышания. И возрождение происходит от Духа Святого, а не от вина или от хлеба. И там есть еще другие моменты, о которых сейчас нам некогда говорить. Иисус знал, что в сердце человека. Помните про Нафанаила, Иоанна 2 глава 25 стих. Не нужно было Иисусу знать что-то о человеке. Он сам знал, что в человеке. И статистика говорит, что более двух миллиардов людей в этом мире называют себя христианами. Вопрос, насколько это так. Многие из них хотя бы посещают дома молитвы или, как сегодня, онлайн-служения. Некоторые, я знаю, я слышал, как хорошо, говорят, что нету вот таких собраний. Говорят, появилась причина не посещать собрание. Появилась причина, чтобы успокоить совесть. Почему я не исполняю это повеление и не посещаю собрание? Когда мы говорим о том, чтобы иметь вот этот корень, да, как упавшее на добрую почву, не имеет корня, помните? Ифесянам 3 глава 14 по 19 стих апостол Павел, кстати, он говорит о том, как все-таки лучше не сидя там молиться, не лежа, а все-таки вставать на колени. Для сего преклоняю колени. О чем он молится? Он молится о верующих людях. И в 18 стихе написано, чтобы вы укорененные и утвержденные. Одно из значений слова «вера» – это доверие, и второе – это убежденность. Если бы друзья Даниила не были до конца убеждены в Боге, спасет их Бог от огня, или не спасет, они знали, что их жизнь в вечности. Они были твердо в этом убеждены, и другие герои веры. Поэтому, когда о вере говорится, это не просто доверие пустоте. Писание говорит массу фактов существования Бога. Есть научно обоснованные факты на сегодняшний день. И когда человек младенец веры, когда это просто посаженное деревцо маленькое, – знаете, много планов – давайте посадим деревья, засадим там. Едешь по тому или иному городу, а водички там не видать, а садовника там не видать. Вырастет это дерево? Нет. Апостол Павел говорит, это дерево нуждается в уходе. Это дерево нуждается в хорошей почве. Это дерево нуждается в поле. И если человек уверовал, но не укореняется, не утверждается, он засохнет. Он не будет, как то дерево, как в Псалме написано, лист которого не вянет. Помните? Итак, я хотел говорить об отступлении, отпадении. И не дай Бог, чтобы кто-то в это попал. Но для того, чтобы не попасть в такое положение, человек должен быть предупрежден. Он должен понимать, что где-то он какие-то шаги делает, и он уже может стоять на краю пропасти. Он даже не думает, что это с ним может случиться. Слово отступник, оно означает шагнуть, отойти, отодвинуться назад, в сторону, отойти под напором трудностей, отказаться от своих намерений, перенести внимание с основного на второстепенное, стать слаблее, приблизиться к концу. Писание говорит, что сначала будет частичное отступление. Отступление. Иисус говорит, придя, найду ли веру на земле? Он говорит, не бойся, малое стадо. Все-таки мы можем предположить, что к моменту восхищения Церкви и пришествия Господа Иисуса Христа будет уменьшение спасенных, а не увеличение. Отступление происходит не всегда быстро. Оно бывает постепенно, как лягушка, которая идет в пасть к удаву, как лягушку, которую бросили в воду и постепенно нагревают воду. И она даже не замечает, как уже оказывается сваренной. 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 7 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена, сегодняшние дни похожи на это, отступят некоторые от веры. Отступят. Удаляться, увлекаться, отходить, отпадать, уклоняться. Почему они отступят, вот как та сестричка, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Когда-то мы говорили, подальше от этого интернета. Сегодня многие христиане говорят, как хорошо, что есть интернет. Это все равно, что сказать, как хорошо, что есть нож. Хорошо же? А мне скажут, а что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что им хорошо хлеб резать. А вы что имеете в виду? Так же, когда мы говорим, что хорошо, что есть интернет, это не значит, что я должен гулять по этим страницам и слушать всех подряд и кого подряд, не зная, что стоит за этим человеком. История говорит, что многие мировые политические лидеры говорили 97, 98 правды и только 2% лжи. И когда человек проглатывал вместе с правдой вот эту ложь, он становился рабом мнения этого лидера. Лжеучение на сегодняшний день это 1-2% отхода от истины. Все остальное правильно, все остальное интересно. Ни один из проповедников нашей церкви, в первую очередь я, даже рядом не станет с каким-то проповедником, который в ютубе. Но насколько мы можем им доверять? Насколько там может быть, знаете, на сегодняшний день, вот здесь сказано, казалось бы, сегодня никто, 3 стих, не запрещает вступать в брак. Пожалуйста, вступайте в брак, лучше даже вступить в брак. Написано, мы поддерживаем это, но здесь написано запрещающее. Что за принцип в этом стихе? Аскетизм и перфекционизм. Что такое аскетизм? Это отказ от всех благ, от всего нормального, приемлемого для человека. Что такое перфекционизм? Это утверждение, что идеал может быть достигнут. Утверждение, что идеал может быть достигнут. Эти люди до маразма придирчивы к себе и до маразма придирчивы к другим. Вот что такое запрещающих вступать в брак. Этот принцип, второй употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Различные религиозные предписания. Помните, не вкушай, не дотрагивайся, не ешь, по-моему, у Колосся нам сказано. Но все познавшую истину могут все есть. Конечно, не трактор. Кто-то сказал, написано же, все движущее будет вам в пищу. Один брат говорит, и трактор тоже? Он же тоже, говорит, движется. Другой брат говорит, не, он передвигается. Его не надо кушать. Писание говорит, затем будет повсеместное отступление. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 6 стих. Апостол Павел говорит, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собранию к Нему. Обратите внимание, этот стих, он немножко приоткрывает завесу, что, зачем будет следовать. Мы часто разделяем пришествия и восхищение церкви. Мы говорим сначала восхищение, потом пришествия. Но здесь написано, молим вас, братья, просим здесь точнее, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Ну, говорится, что эти два события где-то очень рядом, где-то очень близко и последовательность вот такая. Опять, да не обольстит вас никто никак. Есть признак, да коли не придет прежде отступление. Мы видим, что во многих странах, где христианство было где-то наверху, во многих моментах люди отступили от истины. Во времена апостола Павла написано, отступили от истины и говорили, что воскресение уже было. Помните, девочку Иисус воскресил, помните, там Петр воскресил, помните, все воскресение уже было. И разрушали в некоторых веру. И люди отступали, отпадали. Но здесь написано, да коли не откроется человек греха, сын погибели, в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Можно задать вопрос, напрямую этот текст понимать или косвенно? Если косвенно, кто будет управлять церковью и на каком основании? Сегодня у многих конфессий есть своя Библия, есть свои наставления. Кто управляет этим обществом? Мы увидим отступление от истины и отпадения верующих, потому что это будет продолжаться до самого восхищения церкви. 1 Фессалоникийцам 4 глава 15 стих. Ибо сие вам говорим Словом Господним, он говорит о христианах, которые на тот момент были живы, что мы, живущие, слушайте внимательно, оставшиеся до пришествия Господня. Не написано оставшиеся до восхищения церкви. То есть церковь остается до самого пришествия Господня. И поэтому отступление будет продолжаться до самого восхищения. Почему многие притчи Иисуса Христа говорят, бодрствуйте, бодрствуйте, не знаете, в какой час придет Сын Человеческий? Если бы знали, наверное, приготовили бы свой дом. Поэтому будьте готовы на всякий час. И сначала частичное будет отпадение, потом глобальное, и вот потом пришествие и восхищение церкви. Обстоятельства, при которых происходит падение или отступление. 1 Фессалоникийцам 5.3.5 Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющего чревие и не избегнут. Наберите в Ютуб слова «мир и безопасность». Тысячи результатов. И знаете, кто об этом говорит? Президенты и религиозные лидеры. Самое важное на сегодня – мир и безопасность. Мир и безопасность. Мир и безопасность. Когда-то, я помню, Брежнев только говорил об этом. Но сегодня все говорят об этом. Мир и безопасность усыпляют и приводят к беспечности. История говорит, что одной из причин поражения французов в войне 1812 года явилось сложное обещание мира Кутузова. Это такой военный прием был. Почему в начале Великой Отечественной войны она началась отступление от советских войск? Почему просчиталось военное командование СССР? Хотя, как предупреждал, известный советский разведчик Рихард Зорги, который жил тогда в Японии, вернее был разведчиком, история говорит, что была не мобилизованность армии. На многих передовых частях не было простого оружия, даже винтовки. И что интересно, был подписан, помните, пакт Молотова-Лементропа, кто интересуется историей. Был подписан мирный и торговый договор. Хлеб, зерно, все на границу Германии. В июне как раз собирают пшеницу, Украина и часть России. И 22 июня начинается война. Что делает Германия? Она бомбит все эти эшелоны на границах. И советской армии не на чем вести ни солдат, ни танки. Мир и безопасность. И внезапно постигнет их пагуба. Писание говорит о Моссе 6.1. Горе обеспечено на сегодня. В притчах от 1 глава 32 и 33 стих написано, «Беспечность глупцов погубит их. Отслушающий меня будет жить безопасно». Люди говорят, пойдет, сойдет. Но нужно всегда реально оценивать ситуацию. Многие братья и сестры знают, что у меня два мальчика, они особенные. И Викентий, который младший из них, он в свое время вообще не мог разговаривать. Сейчас он разговаривает. Иногда осмысленно, иногда нет. Вчера, когда мы поднимались на перевал Машад с довольно хорошей скоростью, впереди возникла аварийная ситуация. Я даже запереживал, потому что там ехал близкий для меня человек. И он говорит, осторожней, мы разобьемся. Человек, который не на сто процентов, как мы понимаем, он увидел опасность. И поэтому Писание говорит, горе обеспеченным на сегодня. 1 Фессалоникийцам 5 глава 4 стих. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать». Помните, мы сыны света, мы не сыны ночи. К нам во двор домой часа в 3 ночи залез как-то один человек. Я услышал, что разбилось стекло. Я подумал, что кто-то из моих детей, может, что-то упал, что-то уронил. Ну, знаете, ночью, бывает, дети встают. Вот, выхожу, он уже, вот, голова его в форточке, да. Ну, я дар речи сразу потерял. Ну, 3 часа ночи ты сонный, заходишь, и вот голова в форточке торчит, понимаете. Оказалось, что между церковью синим, все знают, где я живу, и нашим домом был такой проход, и там просто так завалено, никакой ограды. И когда я столкнулся с этой ситуацией, что я сделал? А, пусть так и остается, да. Я позвал сварщика и такую арматуру там наварил, что они даже флексом ее не распилят. Нельзя быть беспечным. До этого я был беспечным. Пока я не увидел вот эту прореху. И когда мы читаем Слово Божие, Бог показывает, вот, посмотри, здесь вот эта сфера. Вот здесь враг может нанести удар. Вот здесь может быть опасность. Вот здесь можешь упасть. Каким образом происходит отступление? Второе. Я когда вот с разных сторон этот стих посмотрел, я вообще удивился. Неужели эти люди стоят на грани отступления? Да. Первая Тимофея, первая глава, пятый стих. Вы, наверное, встречали людей, которые любят не учить, а поучать. Разница есть учить и поучать. Они вам массу предложений, они вам скажут, как правильно жить, как неправильно жить. Все вам растолкуют. Но у них неправильное состояние сердца. Точнее, недолжное состояние сердца. Цель же увещания. То есть, когда мы видим какую-то проблему в жизни человека, какие-то ошибки. Здесь написано, что увещать мы должны на основании, когда у нас чистое сердце, когда у нас добрая совесть и когда нелицемерная вера. Помните, как у бабушки и мамы Тимофея? У них была нелицемерная вера. И вот эти люди, они могли чему-то научить. Но здесь получается, любовь какая-то непонятная, доброй совестью там не пахнет и вера лицемерная. Но человек, он уже стоит в отступлении. Но вместо того, чтобы вникать в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, он вникает в других и в учение и поучает других. И здесь написано, отчего отступив некоторые, уклонились в пустословие, желание быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Когда вы встречаетесь с людьми, которые хотят вас чему-то научить, обратите внимание на искренность их любви, на состояние их совести. Одна девочка пошла в школу, и папа ей говорит, будь осторожна в выборе друзей. Она говорит, папа, на что я должна обращать внимание? Говорит, в притчах есть такой стих, кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Она села завтракать, в школе кормят, и у нас тоже. К ней подсела девочка, говорит, давай будем дружить. Она говорит, давай. И пока не кушали, она ей рассказала о всех вокруг сидящих мальчиках и девочках, кто кого любит, кто кого разлюбил, кто кого это. И она пришла к папе, рассказывает, папа, спасибо. Что ты сделал, какой вывод? Я, говорит, с этой девочкой дружить не буду. Библия говорит, кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Человек может научать, человек, знаете, как-то у нас уже родился, наверное, шестой ребенок, и одна сестра нам звонит, говорит, пусть у вас будет 20 детей. А у меня вопрос, сестра, а у вас сколько детей? Один. Вот вырастите 20 детей, и потом вы будете иметь моральное право давать такие советы, не понимая, что говорят, не того, что утверждают. Братья и сестры, надо построить дом молитвы, это так важно. Брат, а чем ты готов? Я вот был в Актау, по-моему, когда там планировал стройка дома молитвы. Сегодня, слава Богу, стоит, и даже там некоторые братья, которые поехали туда строителями, сегодня там служители. Жалдаши, вы знаете, там еще братья есть. Я помню, с Владимиром Михайловичем Шоком, я тогда только водителем был, но я был на этом членском собрании, и все говорят, нам нужен новый дом молитвы. Владимир Михайлович говорит, а кто готов строить? Подняли руку две сестры, говорят, мы будем молиться. А кто же строить будете? Хорошие советы, хорошие идеи. А вы готовы плечи свои подставить, открыть свои кошельки, чулки, банки? И поэтому, чаще всего эти люди стоят на грани отступления. В последнее время много появилось среди христиан людей философствующих. Вместо того, чтобы придерживаться простоты во Христе. Вы знаете, интересно, такой стих, евреям 3.12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Мы видим, что прежде чем человек отступил от Бога, сначала в его жизни лукавство, хитрость, обманчивость. Он говорит только то, что ему выгодно, а не то, что на самом деле. Второе – это предательство. Это второе значение этого слова. Это предательство. И если человек лукавит, если он предает, то он на грани отступления. Изворотливость вместо искренности. Каким образом происходит отступление? Еще одна грань – непринятие объективной Божьей любви. Что такое объективная Божья любовь? Да, Бог любит. Он отдал Сына. Но Бог говорит, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Есть несколько граней Божьей любви. Сегодня тоже утром об этом говорилось. И в этом тексте, 2 Фессалоникийцам 2, 9, 12 написано, почему будут верить люди лжи, потому что они не приняли любви истины для его спасения, для своего спасения. Или, точнее, истинной любви. Разве Бог всех не любит? Разве Бог всех не простит? Разве не все будут на небе? Не все. Не все. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Его искреннее желание, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. У человека выбор – откликнуться на это или нет. И поэтому, когда люди это отвергнут, когда отвергнут благодать, они будут верить лжи. И когда СМИ и разные авторитетные люди, как Валаам или как Ахитофел, будут что-то говорить, они будут им верить. Потому что они отвергли истинную любовь. Каким образом происходит отступление? Отступление от истинной учения. 2 Тимофея 2, 15-20. Апостол Павел наставляет Тимофея, чтобы он верно преподавал слово истины. А это слово не распространяется. А какое слово распространяется? Слово, которое как рак. Вот оно будет распространяться. И если, знаете, какая-то конфессия сильно распространилась, это еще не значит, что там истина. И ложь распространяется быстрее. Она проще, она легче, она интереснее, она сладостнее. Как-то Николай Андреевич Колесников, он, отвечая на вопросы, говорит, ко мне подошла одна сестра, которая долго ходила по разным церквам. И она подходит к нему и говорит, я нашла церковь, говорит, в которой все можно. Сохрани Бог от такой церкви, в которой все можно. Но человек радуется, он нашел. Отступили от истины. Здесь написано, что эти люди будут разрушать в некоторых веру, когда они будут искажать смысл, значение тех или иных мест священного Писания. Они будут преуспевать в этом. Характеристика отступников. Третье. Я уже говорил, желание получать и спорить во второстепенных вопросах. Обратите внимание на людей, которые спорят. Никто не говорит, что надо спорить, когда будут говорить, что Иисус не Бог. Но есть старостепенные вопросы, но люди спорят. Вот такой пример. Я знаю, что в церкви Салем приветы передают в начале собрания. А у нас в конце. Кто прав? Давайте соберемся две церкви и будем спорить. Это важный вопрос. Я докажу, что мы правы. Но нет смысла утверждать эти вопросы. Эти вопросы не основа учения. Ну-ка так, маленькая ремарка, почему мы правы? Потому что все приветы во всех посланиях передаются в конце. Но они так приняли для себя. Нет проблемы, передавайте в начале. Зачем спорить? Написано тоже Тимофею. Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Ефесе, увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Не занимались баснями. Это человеческие выдумки вместо иллюстрации. Брат, объясни свою позицию. Вот вы знаете, когда-то вот так было и вот так вот делали. Подожди, а что Библия об этом говорит? Вот вы знаете, вот такая история. Вот тот брат... Подожди, это басни. И дальше написано, что они производят большие споры. Почему споры? Потому что нет основания для рассмотрения. Если один говорит басню, и второй говорит басню, то кто из них прав? А если когда Слово Божие стоит, то можно рассудить. 1 Тимофея 6, 3, 4 написано, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа. Учению о благочестии. Помните, написано, будут люди, имеющие вид благочестия, силы живые, отвергшиеся. И вот здесь написано, смотрите, опять эта мысль подтверждается. Кто учит другому, не следует здравым словам. А почему человек так поступает? А потому что он гордец. Тот горд. Но он ничего не знает. Почему он спорит? Он зараженный человек. Его наполняет страсть к состязаниям и славопрением. Что от этого происходит? Зависть, распри, злоречие. И что интересно? Помните, говорили мы, что люди, чтобы хранили от лукавства, потом от предательства и потом будет падение. Лукавые подозрения. Знаешь, брат, я так на тебя смотрю, и у меня появилась уверенность, что скорее всего, ты поступил, ты, наверное, поступишь вот так. Так, хорошее обвинение, безосновательное и бездоказуемое. Лукавые подозрения. Помните, как Саул смотрел на Давида после того, как Давиду оказали честь? Не помните? Подозрительно стал смотреть, почему он стал ему не доверять, потому что увидел, что Давиду больше чести, а ему меньше. Вот оно основание, почему Саул был гордым человеком. Он не мог, чтобы кто-то там лучше него пел, или лучше него проповедовал, или лучше него штукатурил. От такого человека надо избавиться. И здесь напоминание, падению предшествует гордость. А это значит, что если человек заражен страстью к состязаниям и словопрением, то это проявление гордости и никак иначе. Плоды такой гордости – зависть, раз при злоречии, лукавые подозрения. Эти люди всем не доверяют, настаивают на различных проверках. Их обвинения в адрес людей наполнены предположениями и догадками вместо фактов. Или факты преподносятся в нужной упаковке. Третье – характеристика отступников – возвращение к плотским удовольствиям. Здесь написано, что эти люди возвращаются к грешной и аморальной жизни. Они избегнули сквер мира. А знаете, эти люди вначале очень… Он говорит, я не буду это делать, я не буду это делать, я не буду это делать, я не буду это делать. Я принял решение, а я спрашиваю, ты сам освободился или Бог тебя освободил? Ты сейчас говоришь о том, какой ты хороший, что ты избавился от грехов, избегнул сквер мира. Да, через познание Господа. Они увидели, как хорошо быть равственным, моральным человеком. Они взяли с кого-то пример. Но они опять запутываются в них и побеждаются ими. Они узнали о Христе, может, на эмоциях пошли по Его пути, на какой-нибудь конференции, на которой проповедник сказал, если вы мужчины, выйдите сюда вперед и докажите, что вы верующие люди. А где там доверие Богу, где убежденность? И здесь написано, лучше бы им не познать пути правды. Они возвращаются туда, где были вначале. Поэтому очень важно, когда мы говорим о верующих людях, понять, почему человек стал верующим. Ефесянам 1 глава 13 стих сказано, услышав слово истины, благоествования, спасения. Услышав не просто слово, не просто горячий такой, горяченький пример, который слезу, знаете, вызывает. Услышав слово истины, благоествования вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Скорее всего, что эти люди поменялись только снаружи, но у них осталась природа вот этих животных, которые здесь перечислены. Они, знаете, позволяют себе многие вещи. Мы часто говорили, что если вы благовествуете, мужчины должны благовествовать. Желательно, чтобы благовествовали мужчинам. Конечно, если вы Иисус Христос, вы можете побеседовать с самарянкой. Но Иисус Христос был ускушен во всем, кроме греха. Если вы не Иисус Христос, лучше вам говорить с мужчиной, а еще лучше говорить вдвоем. Иисус всегда посылал по два ученика. Если один упадет, другой поднимет товарища своего. Характеристика отступников, одну из характеристик, это желание обогащаться. 1 Тимофея 6 глава с 9 по 11 стих. То есть это предшествует отпадению. Девиц этих людей, каждый из нас, и я попал в такое искушение. Сегодня, сейчас и все сразу. Кредитная история граждан Казахстана ужасающая. Кто-то скажет, во всем виновата пандемия. В какой-то мере да. Но безразмерные аппетиты в свое время тоже сработали. Лет пять назад мы собирались приобрести одну вещь. И мы знали, что у нас будет определенная сумма с определенного источника, праведного источника. И мы решили пойти в магазин, присмотреть уже эту вещь. Прицениться, как говорят. Когда мы стали смотреть, вы знаете, вот эти вот менеджеры, с нами пошел брат, один, который разбирается в этих вопросах. Я никогда не брал кредит. Смотрю, сидит линия людей. Ноль, двенадцать, семь, четырнадцать, семь, двенадцать, двадцать четыре. Я говорю, что это такое? Ну, это, говорит, там месяцев, процентов, там, хорошо. А что? Ой, это все без процента кредит. Я говорю, не-не-не, я кредит не буду брать. Да что вы, ну, вот. И уже они вокруг крутятся. Ну, вот, и сегодня скидка там, и... А скидка делается так. Тридцать тысяч цена товара ставят, тридцать шесть, и пишут тридцать, что это скидка. Вот и все, вот и весь механизм менеджмента. И когда я, я говорю, ну, ладно, хорошо, давай. Сел за этот столик, мне сказали, пятнадцать минут, просидел я там полтора часа. Уже можно было в суд на них подать. А вот за то, что они время мое взяли. И она стала заполнять. Говорит, а где вы работаете? Я говорю, я священнослужитель. Да. Потом дальше там пишем, я читаю договор. Обычно договоры написаны очень мелко-мелко-мелко-мелко-мелко. Но я прочитал. А там написано, что через девять месяцев банк примет решение. Без процентов мне дать этот кредит или с процентами? Я говорю, а вышло написано вот ноль-ноль. Не, ну, банк обязательно примет решение. Я говорю, а если не примет? Ну, я предусмотрительный человек. Ну, вот такая вот проблема, это или не проблема, не знаю. Ну, для себя так принял, где-то предусматривать эти вещи. Потом она говорит, где вы работаете? Я говорю, а у нас, говорит, вот в мечети говорят, что мула не имеет права брать кредит. Тут, значит, непонятно, проценты снимут или нет. Тут мне говорит, что муле нельзя брать кредит. Я говорю, так, все, я отказываюсь. Да вы что? Нет, говорю, я не вышел, они за мной, знаете, до улицы шли. У них остался мой телефон. Приезжаю домой, смотрю, пропущенный вызов. Звонит мне этот представитель. Это уже было девять вечера. Мы поменяем договор, только возьмите. Я говорю, вот теперь я точно не возьму. Но кто-то берет. И потом говорят, виновата пандемия. Вместо стиральной машины, которую у него сломалось, взять за 80 тысяч, он берет за 999, но она же хорошая. Белье выходит прям наглаженное. А ты заработал на нее? И потом человек написано, это мы дальше будем говорить, еще одна характеристика отступников, оставление собрания и доброходное отношение ко грехам. Евреям 10, 25, 27, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Знаете, интересно, некоторое время назад одна сестра, я ее сестра называю, она верующий человек, но еще не член церкви. Когда она не может прийти в собрание, она мне всегда звонит. Альберт Ильич, извините, я сегодня не могу прийти в собрание. Я, конечно, представил, если все, которые сегодня пропускают собрание, будут мне звонить, ну, не знаю, что будет со мной и с моим телефоном, но этот человек для себя принял, если он куда-то ходит. Он имеет какие-то обязательства, он имеет какую-то отчетность. Если я не могу прийти на братский совет, я должен написать. Если я не могу прийти на спевку, я должен сообщить. Здесь, конечно, есть деликатные вещи. Если мне человек, сегодня у меня записка только получил, да, как будто я побывал, ну, извините, на приеме у гинеколога. Вот такая записка пришла. Естественно, я такую записку не читаю. Я читаю, что у сестры есть проблемы со здоровьем. И если мне человек сказал, что он заболел и доверился мне, то я уже людям говорю, сегодня эта сестра не придет. У нее есть трудности в жизни. Давайте поболимся за нее. Здесь тоже деликатность. Люди иногда нам боятся сказать причины, потому что мы не учимся правильно говорить об этих причинах. Ибо если мы, получив познание истины произвольно, вот здесь слово, доброохотно грешим. Есть такое понимание, пить грех, как холодную воду. Проблемы, которые наследуют отступники, это для того, чтобы мы посмотрели на это, хотим мы это или нет. Бедствия, пагуба, скорби. То есть, опять же, мы первую часть прочитали, когда люди берут вот эти, желают обогащаться, попадают, помните, бедствия и пагуба. И в 10 стихе написано, они уклонились от веры. То есть, они уклонились от того, чтобы доверять Богу эти вопросы, и сами себя подвергли многим скорбям. Бессонные ночи, потери радости, уверенности в жизни. Эти люди остаются обманутыми. 11 стих 2 Фессионалякистов, 2 глава. «За сие им пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить в лучи». Они живут в ожидании наказания и суда. Евреям 10, 26 написано, не остается более жертв из-за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Они получают наказание, когда Давид покаялся в своем грехе. 2 Царь 12 глава, с 10 по 15 стих. Господь говорит, тебе прощено, грех твой снят, но без наказания не оставлю. Иногда человек говорит, а согрешу, покаюсь и все, и проблем нет. Нет, будет наказание. Иисус сказал, кого я люблю, тех обличая и наказываю. Евреям 12 глава, там слово наказание переводится в воспитание, будет воспитание и довольно может быть жесткое и неприятное. У Давида умер сын, у Давида из его дома восстало зло, в виде Ависсалома, в виде Амнона. Лишится вечности, самое страшное. Писание описывает, Галатам 5 глава, дела плоти, 1 Коринфянам 6 глава, споры между верующими по поводу имущества и разных моментов, и написано, Царство Божие не наследует. То есть, если вы встали на путь споров, если вы встали на путь преследования или плотских удовольствий, это может привести к потере вечности. Что делать, если вы стали отступником? 1 Тимофеев 6,3 написано, ты человек Божий, убегай сего. Помните, как Иосиф убежал. Вместо того, чтобы рассказывать потом, вы знаете, какой я сильный, я мог противостоять, он убежал. Он знал, что он слабый человек. И его сила сейчас проявлялась в том, что он убежал, а не в том, что он, знаете, держал эту ситуацию на контроле. 5,1. 1 Иоанна 1,9. Если мы встали на путь отступления, от падения, 1 Иоанна 1,9. Исповедать свой грех. Что это значит? Назвать вещи своими именами. Быть искренним с Богом. Я сейчас прочитаю чуть позже из Даниила, 9 главы, как он совершал исповедание. К сожалению, это очень сложно, знаете, назвать вещи своими именами. Но слово исповедать, вот в этом тексте, оно означает открыто признать, соглашаться. Речь не идет, что все грехи должны быть исповеданы перед всеми. Грех должен быть исповедан в том кругу, в котором он задействован. Кто понес, может быть, утрату, ущерб, соблазны и так далее, вот в том кругу он должен быть исповедан. И человек говорит, я знаю, почему так произошло. Потому что я не хвалил Бога. Я упоминал свой телефон, я упоминал свою машину. Мое сердце там, в другом месте было. Признать, сознаваться, это признать, что Бог говорит об этом грехе. Господи, я знаю, что ты говорил, если я так поступлю, со мной вот это произойдет. Помните, Псалом 50, исповедание Давида, в 6 стихе он говорит, тебе единому согрешил я, осознание греха перед Богом, как блудный сын. Помните, я виновен перед небом и перед тобой, перед Богом и перед человеком. Лукавое пред очами твоими сделал, Урию на передний план, как Александра Матросова. А до этого послал его к ней, чтобы сделать вид там, пышные похороны и так далее. Все нормально. Но он говорит, ты праведен в приговоре своем. А у него там и кости болели, от вседневного стинания. Как нужно просить прощения, если вы, например, вовремя деньги не отдали? Я слышал, как просят прощения. Брат, извини, не получилось. Я думаю, этот человек не осознал. Я думаю, если, допустим, это Дмитрий, у тебя есть люди, которые тебе не отдали деньги? Все уже отдали, да? Ну, слава Богу. Ну, допустим, я ему не отдал деньги. Дмитрий, я помню, как, когда ты мне давал деньги, тебе это очень сложно было сделать, но ты дал, видя мою нужду, а я вовремя тебе не отдал. Я подвел тебя, возможно, ты на них рассчитывал. Ты мне доверял, а я подвел твое доверие. Ты не смог что-то купить, это было важно для твоей семьи, а я у тебя забрал эту возможность. Прости меня. А если это грех измены, ну, жена так получилась, вот не устоял, прости, хорошее прощение. А если по-другому? Я предал нашу любовь. Я выставил тебя на позор. Как теперь тебе на люди пойти-то? Я доверия вообще теперь не заслуживаю. Я просто опозорил тебя. Я унизил тебя перед всеми. Похоже на осознание. И вот когда Даниил в 9 главе, он пишет, я молился Господу и исповедовался, 4 стих. Он говорит, согрешили мы. Кстати, когда люди говорят, прости нас, это могут делать только... Вот здесь только Даниил, кто был? Пророк. Он мог выступать от имени народа. Один брат молится в церкви, говорит, Господи, прости нас. Пресвитер к нему подходит, говорит, а вы кого имеете в виду? Нужно свой вопрос решать. Обобщать не нужно. Если у тебя есть грех, скажи, прости меня. Согрешили мы, поступали без закона, действовали нечестиво, отступили от заповедей. И посмотрите, сколько граней согрешения от постановлений, не слушали рабов твоих пророков. Человек пришел к полному осознанию, в чем именно он согрешил. Один брат всегда молился в церкви. Господи, если я согрешил, прости меня. И так на каждом собрании. Один брат к нему подходит и говорит, а что вы не знаете, в чем вы согрешили? Нужно сказать конкретно. Если это нужно где-то сослужителям, которым вы доверяете, если это нужно в церкви, нужно в церкви сказать, мудро это сделать. И знаете, мы иногда говорим, прощаем. А понял ли человек глубину своего греха? Понял ли он последствия, которые он принес в свою семью или еще куда-то? Ведь церковь, она имеет право провозгласить прощение грехов на основании фактов, исповедания человека, ну, несмотря какая ситуация. А прощать грехи ни я не имею права, ни Дмитрий, ни кто из нас. Луки 5 глава, 24 стих написано, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Церковь провозглашает, а Иисус прощает. У Даниила дальше написано, он говорит, я знаю, почему мы изгнаны в другое царство. Почему мы изгнаны? Потому что, он говорит, у нас на лицах стыд, мы согрешили пред тобою. И Даниил понимал, почему Израиль изгнан, потому что в книге Второзакония написано, если они согрешат, то ты их изгонишь. Точно все исполнилось. Помните ситуацию, когда в осаде при одном городе женщины ели своих собственных рожденных детей. Вот сидит сейчас сестричка с маленьким ребенком. Вот представьте. Я извиняюсь, что такое, вот просто вот осознайте, до чего человек дошел, но Бог говорил, если отступите, вот так у вас будет. И человек пришел к этому осознанию. Почему мы едим собственных детей? Да потому что мы отступили от заповедей, не слушали Господа, исполнили слова, как написано в законе Моисеевом 13 стих. Успеваете, операторы, да, менять тексты? Когда написано, как написано в законе Моисеевом 13 стих. И в 19 стихе, после вот этого всего осознания, он говорит, Господи, услышь, Господи, прости. Вот где должна прозвучать просьба о прощении, осознание, осознание последствий, осознание глубины причиненного ущерба. Что делать, чтобы избежать отступления? Личная ответственность, прежде всего, вникай в себя и в учение, занимайся этим. Помните, люди, которые отпадают, они вникают в других. Нет, вникай в себя, тогда, так поступая, вот тогда поможешь другим. Общая ответственность, смотрите, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого, неверного, чтобы не отступить от Бога живого. Лукавство, ну, давайте, не будем обращать внимания. Подождите, он же лукавит. Он вообще предатель. Предавать это не в плане Иуды, но есть определенные мужские обязательства. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, евреям 12.15, чтобы какой горький корень. Я недавно закончил читать книгу второзакония. Не то, чтобы я ее прямо исследовал, но некоторые вещи, знаете, бросались в глаза. Очень поучительная книга, недаром Моисей второй раз повторял, как я эту проповедь, повторял закон. «Горький корень». И вдруг я в книге второзакония читаю про корень. Я сразу вспомнил тот текст. Думаю, интересно, ах, вот что такое горький корень. Вот кто такой горький корень. Второзаконие, 29 глава, 17 по 21 стих. «Горький корень». Да не будет между вами, помните, там горький корень, потом история Исава, и потом Исав написано, просил со слезами о прощении, но написано, был отвергнут и не мог переменить мысли отца. Не получил прощения. Бог все прощает. Не все. И мы сейчас это услышим. «Да не будет между вами мужчины и женщины». И дальше. «Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь». Господи, о чем ты говоришь? О растениях, которые вокруг нас? Нет, 19 стих. «Человек, который называется здесь горьким корнем, из которого выходит яд и полынь». «Человек, который услышав, вот услышал человек, и он говорит, я это слушать не буду, я даже выйду отсюда. Я не буду это слушать, мне это не нужно. Который, услышав слова проклятия, помните, с горы Горизим и Гивал, звучало благословение и звучало проклятие. И здесь написано, похвалялся бы в сердце своем, как помните, фарисей сам себе. «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца». Я буду жить так, как я хочу. Мне ваши правила не нужны. Мне ваши предписания не нужны. Я буду жить так, как я хочу. Вот что такое человек, произрастающий горень, горький корень. И здесь написано, не простит Господь такому человеку. Возгорится гнев на него. Вот на что мы должны обращать внимание, если среди церкви появляется человек. Я сам по себе, вы мне не указ и так далее. Это яд и полынь. Это горький корень. И вы помните, что, как я сказал, Исаф, желая наследовать благословение, был отвержен, то есть не получил прощения. Я был свидетелем такого случая. Меня позвали один человек, сказали, он хочет покаяться. В свое время он очень бесчинствовал в церкви. И когда мы с братьями пошли туда, я тогда не помню, только проповедников, наверное, был, почему-то меня позвали. Ему говорят, сказали, ты хочешь покаяться. Не, оказывается, чтобы его жена хотели покаяться, там дети, потому что он очень себя бесчинно вел в церкви в свое время, пока здоровье было. Ему говорят, батя, покайся. Ты понимаешь? Он говорит, понимаю. Покайся. Не могу. Вот здесь перехватилось. Я помню, ко мне на одной организации подошла одна сестра, она вышла вперед. Я говорю, помолитесь, сестра. Ее нет уже в живых, она, ну, в смысле на земле, она в вечности. Она говорит, не могу, вот здесь что-то перехватило. Я говорю, ну, прокашляйтесь. Нет, вопрос не прав, не могу. Вышла вперед, помолиться не может. Что делать, чтобы избежать отступления? Петр пишет в первом послании, и так отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, чтобы уйти с пути отступничества. Если туда человек пришел, если в тебе злоба горит, если ты коварно поступаешь, если ты лицемер... Что такое лицемерие? Это предпочитать одного человека, выдавать себя это лицеприятие. Лицемерие – это когда человек выдает себя не из-за того, кем он на самом деле является. Зависть, всякое злословие, злые слова. И потом написано, возлюбите словесное молоко. Вы вкусили, что благо Господь? Писание говорит, нужно приступить к Господу, нужно приблизиться к Нему. Немножко сокращу. Евреям 4 глава, написано 16 стих, «Да посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Евреям 10 глава, 22 стих, «Да приступаем с искренним сердцем». Ты же человек Божий, убегай сего. Еще одна важность – это осознать величие того, кому и чему мы приступили. Опять послание к евреям, 12 глава. Павел пишет, в 22 стихе, «Но вы приступили к горе Сиону». Если те стояли перед горой горизимы Гивал, перед той горой сначала, которая дымилась и клубилась, и там громы молнии, то теперь это гора Сион, это небесный Иерусалим, это тьмы ангелов, и благодать – это не что-то мягкое, это пушистое, это большая ответственность. Как избежать отступления не отвратиться от говорящего, не отвратиться от слова Божьего. И очень важный момент – смотреть на воздаяние. В Колоссяном 3,23 написано, «Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие». Потому что, когда все тяжело, хочется какую-то надежду. И Бог дает эту надежду. И человек жив надеждой. почему Моисей, придя в возраст, отказаться быть сыном дочери фараоновой? Потому что он взирал на воздаяние, время 11, глава 26, стих. Почему посланники евреям, люди, которые терпели бедствия, им нужно было это слово в 35 стихе, которому предстоит великое воздаяние. И нужно смотреть на воздаяние. И Бог дает воздаяние уже и в этой жизни и в вечности. Интересно, когда во времена Ветхого Завета, когда многие служители, они были на содержании народа Божьего. Так было предписано. Но в книге Ниемии есть такая, когда перестали приносить приношения, все левиты разбежались. И вот Иезекииль пишет в 48, главе с 9 по 13 стих. Он говорит о воздаянии священникам 11 стих. Он говорит вот этим людям дайте воздаяние. Почему? Которые стояли на страже моей, которые во времена отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Когда к Самуилу пришел народ Божий и сказали мы согрешили, мы избрали себе царя, они захотели, чтобы у них, знаете, вместо служителя царь сидел. Не слуга сидел, а царь. они избрали себе царя, как у прочих народов, лидера, командира, генерала. Он говорит, помолись, потому что мы Господа, мы не тебя отвергли, мы Господа отвергли. Помолись. Он им говорит в 20 стихе, но вы не отступайте только от Господа. Служите Господу всем сердцем. Бойтесь Господа 24 стих. От всего сердца. Каждый человек, он выбирает. И спасение это выбор. Бог хочет, чтобы все спаслись. Бог не хочет, чтобы кто-то отпал. И человек выбирает. Послание Иуды заканчивается очень хорошим призывом с 20 стиха. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. 24 стих. Могущему соблюсти вас от падения. Вы все будете предусматривать. Вы все будете на все обращать внимание. Но мы не упадем. И это важная часть благодаря Господу. Он может соблюсти нас от падения тогда, когда мы стоим на его территории, когда мы внимаем его предупреждением, а не так, как тот человек. Я буду счастлив, несмотря на его предупреждение. Вот тогда он может соблюсти нас от падения и поставить предславую своею непорочными в радости. Здесь прославляется Господь. Некоторые пишут, что это были слова гимна, которые в то время исполняли в церкви. Они напоминали себе, Бог может соблюсти нас от падения. Когда мы не попадем под машину, более всего вероятно, когда мы будем переходить на зеленый свет. если мы пошли на красный, Бог тут ни при чем. Это наш выбор. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы нам не встать на путь отступления, чтобы нам быть осторожными, чтобы нам обратить внимание на тех, которые, может быть, встали на этот путь, помолиться за них, если возможно, поблагодарить. если кто-то находится уже в этом положении, пока вы слышите слово, возвращайтесь к Господу, возвращайтесь под Его защиту. Вставайте на ту территорию, где Он охраняет, где Он может соблюсти вас от падения. Будем благодарить Бога, потому что, если вы понимаете, что вы стоите на Его территории и стараетесь делать то, чтобы быть угодным Ему и быть готовым к вечности. Пусть Бог в этом прославится. Аминь.